здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу израильский литератор давид шехтер здравствуйте давид добрый день недавно состоялось подписание нескольких договоров вашингтоне которые так в общем назвали соглашением авраама я имею виду подписание в белом доме при посредничестве дональда трампа соглашение между израилем объединенными арабскими эмиратами и бахрейном все это вызвало большой резонанс не только в мире но в первую очередь у нас на ближнем востоке и естественно все обратили внимание на то что происходит в палестинской автономии как это изменило и измена не лила ли отношения палестинцев к израилю они почувствовали себя обманутыми или наоборот они посчитали что это дало им возможность принять участие в процессе изменилось ли отношение к израилю был приведен опрос очень такой интересный опрос сделал его институт которым ругодит доктор халиль шхаки это один из таких солидных очень института изучение общественного мнения которому обычно принято верить и вот цифры которая результат об этого опроса они очень на самом деле показательные и не очень хорошо демонстрируют настроение которым находится нынешнее палестинское общество ну то что на вопрос как вы относитесь к подписанию мирных соглашений с бахрейном и эмиратами восемьдесят девять процентов ответили что это предательство что это удар спину что это позор в этом как бы ничего необычного нет такая реакция была совершенно прогнозируемо и ожидаемо другое дело это самое важное на мой взгляд кого палестинцы обвиняют в том что их дипломатические усилия потерпели такой ужасающий провал вот они обвиняют всех кого угодно 78 процентов обвиняют египет потому что египтяне дали зеленый свет 55 процентов обвиняют мухаммада дахлана мухаммад дахлан это бывший политический соперник абу абу мазана которого считали наследником марафата мухаммад дахлан проиграл об обумазанную битву за президентское кресло и потом поскольку обумазанность читал его своим соперником там произошло между ними конфликты дахлан был вынужден эмигрировать уже несколько лет дахлан живет в эмиратах является советником эмира и именно поэтому палестинское общество считает что именно дахлан стоит за этими соглашениями он их сварил чтобы чтобы сделать назло своему политическому супернику но более того 53 процента допрошенных обвиняют в этом мирном соглашении прежнее палестинское руководство то есть арафата и в чем стоит вина паравата в том что он оказывается просто подписал подписал соглашение с израилем и тем самым дал ему легитимацию а такую легитимацию израиль сейчас используют для того чтобы вот так такого жудосложения проводить то есть палестинцы обвиняют всех кого угодно но не себя и самое интересное стоит том как они видят вы какой выход они считают из из этой ситуации так вот 71 процент считает что ни в коем случае нельзя идти на какие-либо переговоры с американцами 65 процентов считают что ни в коем случае нельзя возобновлять военное сотрудничество с израилем а 45 процентов считают что нельзя возобновлять даже гражданское сотрудничество с израилем то есть этот опрос на мой взгляд показывает очень важную очень важную вещь я хочу напомнить что собственно палестинский народ это проект политбюро цк кпсс такого народа никогда раньше не было его придумали в кремле поскольку на территории с израиль или палестины жили барабан из их жила очень мало они жили либо в городах времени в маленьких деревнях подавляющее большинство прибыло сюда в конце девятнадцатого века по двум причинам точнее по одной причине появилась работа а вот работа появилась по двум причинам первое турки стали строить восточный экспресс между карьером и истамбулом и второе приехали сианисты появилась какая-то деятельность экономика торговля промышленность появились рабочие места и бедные люди со всего арбабского ближнего востока съехали сюда в палестину чтобы как-то найти себе заработок до сих пор кстати они они такие живут скажем не сказать деревня азарка по дороге в хайфу так вот все ее жители это потомки те кто работали на на столице восточного экспресса так вот не было такого никогда народа его придумали в кремле в качестве в качестве козырной карты против американцев тогда как мы помним 80-е годы была холодная война было противостояние между двумя супер державами советским союзом и америка и по всей планете шли стычки между этими двумя силами и союз придумал создать такой вот паристинской паристинский народ который будет хотеть палестинского государства на ближнем востоке использовать его как козырную карту против американцев против их присутствия на ближнем востоке то есть против их контроля над районом богатым нефтью и советский союз использовал это действительно очень успешно но с тех пор прошло уже много лет советского союза давным-давно нету россия тоже старается помочь палестинцам но при всем моем уважении к нынешней современной россии она намного меньше и намного слабее советского союза тот был действительно супер держава часть сказать россии сегодня нельзя поэтому влияние и намного более слабое арабские страны понимают пока наш сейчас мир не двуполярные однополярные они сориентированы в основном на американцев а этого не понимает нынешнее присутствия и как правило это просто и нынешняя присутствия улица поэтому они по-прежнему продолжают считать себя чуть ли не пупом земли ведь мы помним что советский союз утверждал что все мировые проблемы нельзя решить без того чтобы была решена проблема арабского народа палестины то они по-прежнему считают а хотя так никто уже не считают том числе и арабские страны и очень в этом смысле характерно что даже лига арабских стран отказалась по требованию руководства правительской автономии осудить мирное соглашение между израильным бахрейным и эмиратами отказалась а об у вас он по-прежнему считаю что ему все обязаны и поэтому об у вас он глава крохотного нищего образования которое не имеет ни своей экономики ни своей промышленности живет на подачке пошел в фронтальный конфликт с америкой причем не просто конфликт с америкой он пошел на то что лично оскорблял президента америки и последствия не применили казаться последствия пришли достаточно быстро и тем не менее на обмазанное это не оказывает никакого влияния на его народ который себя называет плестицким это не оказывает никакого влияния вместо того чтобы сейчас попытаться в нынешней новой ситуации как-то сманеврировать пойти на 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 какие-то переговоры с америка на переговоры с израилем попытаться выйти из сложной ситуации которые они показались пресс-лицы упорствуют они по-прежнему читают что ни на те переговоры с америка идти нельзя не на те переговоры с израилем идти нельзя а что можно сидеть и ждать что-то чего ждать даже арабские страны всегда помогали сейчас помогают только на словах они на деле и мы знаем что буквально вот сегодня утром я слышал заявление нашего представителя в оон который сказал что буквально в течение нескольких недель еще одна арабская страна подпишет мирное соглашение с израилем то есть плотина прорвана круг вражды прорван пластины должны были по идее в этой ситуации привить гибкость и маневренность но они по-прежнему упорствуют поскольку они по прежнему не поняли что ситуация изменилась мир изменился и не оказались вне мейнстрима хорошо давит извините я вас перебью я все папа понятно но вот вы говорите они не поняли они поняли что ситуация изменилась они не хотели не хотят воспользоваться моментом привели исторические доводы в этом отношении но все это не отменяют одной простой ситуации эти люди как вы их бы их не называли живут рядом с нами оттуда летят в нашу сторону ракеты наши граждане по-прежнему в этих ситуациях бегут бомбоубежище и получается что теория которую много лет пропагандировали разные политики из права и слева и из центра о том что нужно договариваться не с палестинцами а с арабским миром а палестинцы мол сами придут к этому миру она что получается тоже тогда несостоятельно если вот следовать тем цифрам которые вы привели в самом начале по поводу опроса она состоятельно после это займет время не делается сразу действительно наши граждане бегут от такет но другой стороны мы предлагаем постоянно руководству палестинской автономии переговоры как говорит наш премьер-министр натаньягу в любое время и в любом месте это обумазан говорить нет мы готовы сесть ними за переговоры мы готовы даже на уступки очень серьезно они пока не хотят где знаю почему это с чем это связано это связано с тем что они рассчитывают что в начале ноября в америке смеется власть к в белом доме придется другой хозяин который будет настроен намного более либерально намного более благословно но я вижу что признаки того что трамп выиграет эти выборы они все время усиливаются увеличиваются давайте подойдем до ноября если действительно к власти в белом доме придет байден то палестинская игра может быть была верной и они пересидели плохое время когда у власти был их и не друг и и и они попытаются ввести с помощью байдена давление на израиль но если выиграет трамп еще четыре предстоящих года он будет у власти по тогда присутствием все равно придется пойти на какие-то переговоры поскольку еще четыре года они последние вынесли они экономически не выстрел то есть теория это верно и но это занимает время в данном случае нам нужно плавать совсем немного до начала ноября и мы четко был хорошо давайте подождем до ноября и проведем проверим эту теорию давид большое спасибо но я хочу просто подчеркнуть почему что этот опрос показал что в подходе палестинцев ничего не изменилось их можно будет доставить только сила если они увидят что сидит в доме еще четыре года трамп тогда они пойдут на переговоры если будет байден то это очень и очень большая проблема давид спасибо за ваш комментарий всего вам доброго всего наилучшего на этом все напомню что с нами на связи был израильский литератор давид шехтер до свидания а